Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению шести лиц, являющихся организаторами или участниками преступного сообщества в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Все началось еще 15 ноября 2012 года, когда продавцы одного из торговых павильонов, расположенных по улице Николаева в Смоленске, сообщили в полицию о факте сбыта поддельной купюры. На место совершения преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в сбыте фальшивых денег. В результате проведенного объемного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены их подельники и другие эпизоды преступной деятельности. Установлены 12 лиц, входящих в состав преступного сообщества, среди них 4 женщины. Возраст обвиняемых от 22 до 35 лет. Обвиняемые проживали без регистрации на территории Московской области. Почти все обвиняемые ранее судимы за имущественные преступления, а организаторы сообщества отбывали наказание в местах лишения свободы. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение еще двух обвиняемых не установлено, а они объявлены в розыск. Следствием установлено, что преступления совершались в период с августа по ноябрь 2012 года. Руководители преступного сообщества приобретали поддельные банковские банкноты у неустановленных лиц на территории Московской области. Преступная деятельность тщательно планировалась. Организатором с целью мобильности и расширения масштабов деятельности организованной преступной группы был подобран автотранспорт, зарегистрированный на посторонних лиц, который менялся при совершении преступлений в различных субъектах Российской Федерации. Установлено, что осуществлялся сбыт поддельных пятитысячных купюр в Смоленске, Калуге, Курске, Туле, Белгороде, Твери, Новгороде, Санкт-Петербурге, Иваново. Преступления совершались по следующей схеме. Обвиняемые заходили в магазин, приобретали товар на сумму, не превышающую, как правило, 500 рублей, расплачиваясь поддельной банкнотой. Фальшивые купюры были достаточно хорошего качества. Они имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Поэтому визуально продавцы не могли определить признаки подделки. Данные купюры изготовлены на двух листах бумаги. Водяные знаки подделаны путем печатания на внутренней стороне листа. Подделаны другие реквизиты. В частности, цветопеременная краска на эмблеме Банка России подделана способом нанесения лакокрасочного изображения. Меняющий свой цвет в зависимости от угла попадания света. Вставлена защитная полоска. Подделаны реквизиты, светящиеся в фиолетовом свете. Микроперфорация нанесена тонкими иголочками с лицевой стороны денежного билета. Рассчитавшись поддельной купюрой и получив приобретенный товар, обвиняемые скрывались. По уголовному делу проведено более 100 судебных экспертиз. Проанализированы данные операторов сотовой связи. Для проверки показаний на месте осуществлялось этапирование обвиняемых в другие регионы. Проведены многочисленные опознания. В настоящее время следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области уголовное дело, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ и части 3 статьи 186 УК РФ, направлено в суд. В настоящее время по уголовному делу составлено и утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Общий объем уголовного отдела составил 63 тонна.